Борис Яковлевич, а как Трамп относится к плану победы Владимира Зеленского? Или это будет план победы Трампа? Может у вас есть какая-то информация об этом? Вы знаете, я бы сейчас на это не акцентировал. План победы Зеленского – это план победы Америки. План победы Трампа не будет расходиться с планом победы Украины. Это одно и то же. Мы не можем сегодня без друг друга. Не можем и не имеем права. Еще раз говорю, мы обязаны Украине. Тысячу раз спасибо украинскому народу, который, проливая кровь два с половиной года, держится, не дает этим варварам идти дальше. У этого Путина план открытый. Он говорил, он хочет вернуть русский мир. Он себя сравнивал с Петром Первым, который не завоевывал, а возвращал русский мир, видите ли. Сегодня Украина, завтра Прибалтика, Польша, Венгрия и далее со всеми остановками. Мы же это понимаем. Вы что думаете, у нас одни тупоголовые? Да, они у нас есть, но их намного меньше, чем, к сожалению, сегодня мы создали видимость всему миру, что мы балбесы американцы, что мы предатели. Нет, так не должно быть. Приходом Трампа мы должны доказать, что слухи о том, что Америка умерла, преждевременны. Борис Яковлевич, еще очень важный вопрос в этом контексте, в контексте победы, скажем так, Украины в этой войне. Что считать победой? Считать победой, если Путин убирается с украинских территорий полностью, или считать победой развал путинского режима в России? И есть ли у вас какая-то информация, как на это смотрит сам Трамп? Заинтересован ли он в этом? Ведь у нас есть данные о том, что якобы Запад не видит сейчас, кем можно заменить Путина, и не заинтересован в первую очередь развалом Российской Федерации. Мол, непонятно, в чьих руках окажется ядерная дубинка, скажем так. Вот какая позиция Трампа? Это правда, вы абсолютно правы. Вот эта теория, вы знаете, которая направлена на то, чтобы закончить войну сегодня по той линии фронта, которая сегодня пересекает Украину, значит, то есть реализовать так называемый мир в обмен на территории с одной целью, что с Путиным можно договориться, мы с ним уже 20 с лишним лет общаемся, худо-бедно вели какие-то переговоры, экономика развивалась, и не было проблем. Более того, не будет Путина, неизвестно, кто возьмет власть. В России нет оппозиции, вокруг него один хлеще другого. Если к этому еще и добавить, что с падением путинского режима не исключен распад России, то есть отдельные территории могут уже объявить себя независимыми, но и не менее опасно то, что те, которые отпачкуются от Украины, могут вообще войти в лоно Китая. Это то, чего не хотят те, кто считает, что Китай намного опаснее, чем Россия. Вот этого нельзя допускать, но все вместе взятое ничто с другим доводом этих леволибералов, это в основном они толкуют, трактуют это и на узкие будет Байдена. Самое опасное другое, в чьих руках окажется ядерное оружие России, а вдруг оно окажется в руках исламистов, вот тогда будет катастрофа. Вот это витает над головой Байдена, это на него давит. Это является одной из причин нежелания уничтожить режим Путина и не дать возможности Украине перейти в полное контрнаступление вышвыриванием Путина за пределы границ 1991 года. Отвечая на ваш вопрос, что лучше, где, как, так вот запомните, достаточно Украине перейти в полное контрнаступление, прежде всего уничтожить, в щепки превратить Крымский мост, первое, доминировать в Крыму на исконной собственности Украины, это украинская земля, как мы увидим не только брожение, но и существенные изменения вокруг Путина. Само окружение Путина решит его судьбу. Я в этом не сомневаюсь. И, конечно же, любой, кто придет на его место, он не будет дублировать Путина. Ему незачем. У него тоже есть дети, у него тоже есть семья, у него тоже есть собственность, его дети-внуки мечтают учиться и в Оксфордах, и в Гарвардах, и так далее. Они хотят отдыхать на курортах Запада. Но не ездишь им на отдых в Северную Корею. В этом вся проблема. Поэтому они такие же живые люди. Это Путин их загнал, знаете, вот в такую ловушку, в которой все друг от друга зависят. Поэтому сегодня один ключ к завершению всех дел. Дать Украине все, что она просит. И все проблемы решатся автоматически. Не надо будет прилагать силы никакой. Все решится. Плюс к этому параллельно, параллельно, надо вести переговоры с Китаем. Надо вести переговоры с Китаем. С тем, чтобы взять управление миром вдвоем. Си Зимпинь, уже будучи в Сан-Франциско, я помню, два года назад, встречаясь с Байденом, произнес прекраснейшую речь, в которой он сказал, что мы, только мы, Китай и Америка, можем управлять миром, навести порядок и вести к прогрессу. Это были слова Си Зимпиня. К чему Байден не прислушался совсем. Балбес. Он уже тогда был овощем. Он не понимал, что говорит им Си Зимпинь. Это грубейшая ошибка Америки. Сегодня нельзя воевать на всех сторонах. Налево, направо, с этим мы не потянем. Америка не сможет потянуть это. Никогда. И не нужно этого. Надо спасать Украину, надо спасать Израиль. А для этого надо дать обеим странам то, что они просят. Они могут справиться сами, без нашего участия. Украина и Израиль это уже доказывали. И не один раз. Значит, два направления. Первое, дать Украине то, что она просит. Второе, сесть за стол переговоров с Китаем. И договориться. Китай урезонит Северную Корею. Я не сомневаюсь в этом. Все. И остальное уже будет делом техники. Все пойдет по маслу. Я не сомневаюсь в этом. Вот, кстати, по поводу Израиля. Вы сказали, появилось сообщение от Reuters о том, что Иран очень сильно опасается, что в случае победы Трампа он позволит Израилю бить по ядерным объектам. Так и будет. Он уже говорил об этом. Трампуру заявил об этом. Он говорил на Таньягу вслух. Он сказал, что бей. Бей, пока есть возможность. И он прав. Вы можете себе представить, что если сегодня, если Путин, имея доступ к ядерному оружию, размахивает им уже, поставил на колени Запад, который терпит то, что этот бандит творит в Украине, а что может произойти, если еще Иран завладеет ядерным оружием? Ведь в отличие от Путина, который хочет жить, аятоллы считают, что если они помрут, то они попадут в рай, к Аллаху. Поэтому вот это страшное. Они могут за собой потащить мир, используя ядерное оружие, чего нельзя допустить никогда. Сегодня у Израиля шанс, как никогда именно сегодня. Сегодня есть возможность раздолбать пух и прах этот Иран. И Израиль может это сделать. И я, воспользуясь нашим эфиром, не могу не сказать, что Украина и Израиль сегодня, два братских народа, должны бороться вместе против единого врага, каковым является Пахан Путин. Это он управляет всем этим. Это он создает очаги напряженности то на Ближнем Востоке, завтра будет в Африке, а там, глядишь, и в Венесуэле. У нас на заднем дворе. Путин в этом заинтересован, чтобы отвлечь внимание Запада от Украины, чтобы дать ему возможность проглотить эту Украину. А Израиль может, знает, и я говорил и повторю еще раз, интеллектуальный потенциал Украины и Израиля – это непобедимая сила. Это было бы здорово. И завтра, когда украинские и израильские ученые будут работать вместе, не просто пейдеры будут взрываться, как я говорил, но и унитазы с писсуарами там, в Кремле и в других уголках России. Вот тогда мы посмотрим. Борис Яковлевич, еще задержу, хочу вас спросить. Сейчас по опросам Трамп и Харрис буквально идут вровень. Ну, то, что мы… Понятно, что очень сложно говорить, какая там разница. Но, тем не менее, что-то может еще произойти такого, что за эти дни, что поменяет ход событий и повлияет как-то на избирателей? Вот мы сейчас с вами говорим, я не уверен, что мы, когда закончим, не будет новостей сногсшибательных. Они могут быть. Динамичные. Напряженка. Очень-очень напряженно все. Плюс к этому масло подливают сами демократы. Вот этот балбес. Байден дошел до того, что стал называть республиканцев мусором. Вот. И тогда Трамп сел, заштурвал мусоровоза и говорит, вот я представитель того там народа, которого ты назвал мусором. Байден говорит, что его слова перекрутили. Демократы. Не, ну мы слышали, прямая речь была. Мы слышали же, никто не перекручал. Это было напрямую, трансляция шла. Я сам это слышал. Все слышали. Все ерунду. Это ему шепнули, что он не то сказал. Он начал выкручиваться. Ну, много другого. Или, например, там те, кто донор дед демократов сегодня говорят, что все женщины, которые рядом с Трампом, они недоумкие, они тупые, ограниченные, оскорбляя всех женщин. Короче, вот это все подливает масло в огонь. И где гарантия, что нет какого-нибудь психа, который может взять винтовку у своего же отца и пойти стрелять? Я вам напомню, у нас более 300 миллионов только зарегистрированного оружия в руках у населения. Более 300 миллионов, друзья мои. Вы что думаете? Это только зарегистрированного оружия? А сколько оружия подпольного? Сколько завезено нелегально через границу Мексики, к примеру? Это все может сработать в любой момент, если продолжать подливать масло в огонь, называя Трампа фашистом, нацистом, националистом, не имея на то никакого основания называть Трампа нацистом, тем самым, который помог Израилю больше, чем кто-либо за всю историю Израиля? Только за... Это же вообще надо быть каким идиотом? Вы понимаете? И это Харрис поддерживает это. Вот буквально в интервью журналист спрашивает, вы вот слышали, его назвали нацистом, вы фашистом, вы согласны с этим? Она говорит, конечно. А почему бы и нет? Он такой и есть. Это ее слова. Вот такая у нас обстановка жуткая, накаливается, знаете, вот и неизвестно, к чему может привести. Тем интереснее, Борис Яковлевич, настоящая демократия, когда тяжело предвидеть победу к одному из кандидатов. Да, это правда. Это правда. Но я бы не желал никому, чтобы интерес этот переходил в покушение на жизнь кандидата. Это не делает чести нашей стране, абсолютно нет. Поэтому мы должны всегда знать, что на нас смотрит весь мир. И от того, что происходит в нашей стране, будет зависеть все, что происходит в других странах. И украинский народ это часть нашего органа, часть нашей цивилизации. Украина должна у нас перенимать примеры, а мы должны показывать, какими надо быть, а не наоборот. Поэтому мы очень краснее воспринимаем то, что у нас происходит в стране сегодня. Борис Якович, спасибо вам огромное за этот разговор, за ваше время. Борис Пінкус, представник Республиканской партії, був с нами на связку. Я попрошу обовязково прокоментовать эту разговору. Можливо, вы почули тези, которые резонували. Будет интересно почитать. И так же подписывайтесь на YouTube-канал «Сейчас» и ставьте лайки. Это поможет просувствовать этого видео. Бережите себя. До встречи. Спасибо большое. В заключение я хочу пожелать вам здоровья. Украинскому народу мира, победы, а она за нами. Мы победим. Другого пути нет. Это 100%. Весь вопрос в том, когда и какой ценой. Я уверен, что мы этого достигнем до конца этого года. Я верю в это и хочу в это верить и призываю вас. Наберитесь терпения, пожалуйста, и берегите друг друга. Мы победим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова